Ваши аплодисменты первому участнику! Школа! Добро пожаловать! Какого я сейчас не видел? Так... Этого человека я хорошо знаю. Он помогает, поддерживая ступчину в должном внешнем виде и справа функционирующего. Три участника у нас. Кто еще? На самом деле могут уходить даже дети. То есть, девушки у нас уже есть. Все, кто хочет нормально сегодня порубиться, заработать, получить какие-то призы, залазьте к нам. О, нормально, пацаны повезли! Следующее поколение нашего клуба, ну, в чем черт не шути. Могу сказать однозначно, что когда-то с этих боев началось целое движение рубаха парень, который потом впоследствии вышел на большие арены. Мы его регулярно проводим на больших площадках во дворце спорта. Приглашаем различных медийных известных персонажей в нашей стране. Так, ну что, пока по веселым категориям у нас выбор невелик. Так, о, тяжи полезли. Так. Кто тут Леха их нашел? Издалека похож. Так. Залазим, залазим. Так, мы сейчас будем выбирать примерно... Нам сейчас надо просто отобрать рабочий материал. Сейчас мы селекцию проведем, бойцов. Сейчас мы все выберем, то есть первично надо хотя бы знать, с чем работать. Ну что? Так, здесь Сергей Эдуардович. Достаточно у нас президента? Здравствуйте. 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 Еще, да? Так может сам хозяин, собственно говоря, идейных вдохновителей выйдет в ритм? Ну да, Серега на славу прась. Ристое детали. Дело рисковое. Ваши аплодисменты. Легендарный... Спрут. Сергей Иванович. Первый... Первый чемпион мира по тайскому боксу, что вырывает мне микрофон. Сергей Эдуардович, скажешь тут пару слов? Я драться не буду сегодня. Я разыгрывался, честно признаюсь, немножко разыгрывался неправильно, не по-спортивному. Не мог отказать товарищу. Поэтому мне спортивная форма. Приятно видеть мужественных, настоящих парней. И опять же девушек за первый раз у нас. Приятно осознавать, что клубчик, но не только мужественные парни. Пойдемте клубно-сенок, где вам поэты, да? Мои девушки, да. Да-да-да. Что делать? Что делать? Не знаю. Не знаю, что делать. Давайте, может, еще у нас не хватает выборов с интересовых. Может быть, девушки, которые присутствуют здесь, хотят испытать своих молодых людей, своих парней. Может, у кого-то непонятка с выбором. А может, этот парень вовсе и настоящий парень, который нужен для этих мужчинам. Девушки, мы призываем вас, давайте, проверьте своих парней. Если они не хотят подталкивать их сюда, мы пойдем немножко. Ваши аплодисменты спруту Сергея Владимировича. Давайте громче, громче под вас. Поаплодируем, держательный парень. И искренне вкладываем всю душу в продвижение этого вида спорта в нашей стране. И поверьте мне, я, как никто другой, знаю, что он ночами не спит, а то страдает его семья. Думаю, что бы сделать полезным для Моэй Тэй в нашей стране. Так, ну вот, у меня поступила маленькая подсказка. Представьте, пожалуйста, как вас зовут? Олеся. Олеся, повторите, сейчас, пожалуйста, микрофон, что вы мне сказали на ухо. Готова вставить парню. АПЛОДИСМЕНТЫ И речь здесь без всякой интимной потопнойки, сомнится, друзья. Вот такие женщины в наше время, вот такие люди в нашей кузнице кадров. Так, ну что, я думаю, что, наверное, сейчас мы приступим к выбору участников. Есть какой-то комментарий, да, наверное? Надо определять по состоянию, адекватную, адекватную, наверное, по наличию алкоголя в крови. Это вопрос к нашему доктору Андрею. Андрей, я у вас тоже неоднократно лечился. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей, как вы думаете, по глазам наших, вот, первичный медицинский осмотр такой дистанционный, что он может сказать? Может быть, снять кого-то надо? Ну, ваш опыт, он позволяет сориентироваться на месте. Я думаю, что вы справитесь, отбирая кандидатов в дальнейшем счастье. То есть вы благословляете их добрый путь? Конечно, теперь вперед. Хорошо, ну что, поехали. Ну, так, парни. Я понимаю, что вы правду сейчас не перескажете, спрашиваете бесполезно, кто тренировался, кто вообще занимался раньше боевыми, лизноборками любыми. Но, честно, зато да. Так, с детьми мы тебя, значит, не ставим. Хорошо, так. Что опытный глаз говорит? У меня язык не поворачивает эти слова. Я, как джентльмен, в этом месте передаю слово вам, Сергей Дуанович. Я думаю, давайте, наверное, отметим мужество этой прекрасной девушке, да. И, я думаю, она выйдет в следующий проект рубаха-димаха. Скоро ждите. Ваши аплодисменты этому мужественному человеку с большой буквы, которого хлебом не кормить, дай-ка мы его защистить с табло. Мы вам обещаем, вы еще непременно у нас пообщались. Спасибо вам большое. Мы просто не можем найти вам достойного противника, правда. Я искренне об этом сожалею, но, увы, все нереально такое. Так, малышня, братлава, кто занимается? Вот ты занимаешься, я точно знаю. Твой папа Вася как-то со мной даже помню ходил чужовкой на серебрянку в детстве. Вася, ты где, кстати? Вася, скажи, что это правда. С какой ты серебрянки? С восьмой. Я с девятой. Я тебе еще двадцать лет назад представляю. Хорошо, ну что. Детвора, давайте, значит, сделаем так. Пускай сегодня эти большие дядьки помахаются. Что? Дядьки должны махать. Почему эти большие дядьки должны махать? Ну, как ты скажешь? Что ты говоришь? Тоже большие дядьки. Ну, это факт. Давайте, когда мы сделаем потом отдельный раунд, вы все на вот этого большого в краску. Хорошо, ребята, давайте аплодисменты нашим детям, тем людям, которые через три, пять, семь лет будут достойны представлять нашу страну, я уверен, которая занимается уже не первый год сейчас. Но в силу того, что время позднее, ребята, обещаю, я вас запомнил и обязательно еще позову. Проходите к своим родителям и будем смотреть, что будет дальше. Спасибо, что вышли, мы вас отметили, это достойно. И таким образом у нас остается шесть человек, да? Шесть человек, хорошо. Примерно все более-менее в одном весе, в одном росте, в одном возрасте, правильно? Я думаю, по весовым категориям, вот, тут и по всему, ребята, неподготовленные. Но мы надеемся на вашу честность, потому что неправильно будут подожжены противника. Поэтому теряешься три на три. Я нераводный имею в виду. Я думаю, подходящая пара, надо... Да, я думаю, что, наверное, пришло время определить... Да, действительно, уже есть путь, да. Самый главный зритель сегодня. Два на два. Ну-ка, дыхните. Дисквалификация. Хорошо. Так. Красная карточка. Нет, тут все будет очень серьезно. У нас будет специальная экипировка, но все-таки травмоопасная. Один хороший, типа... Тогда пригодишься тоже в хозяйственную карту. Так, давайте, чтобы не затягиваясь, Коротко, быстро спросим, у кого как зовут. И по каким-то поамбициям, по комментариям узнаем, может быть, у публики. Все равно будет публика голосовать. Аплодисменты, кто будет драться. Кого как зовут, чем занимается, и... Ну, пару слов, почему хочет драться. Юрий, я работаю. Кем? С борщиком окон. Юрий с борщиком окон, ваши аплодисменты. Следующий участок. Максим. Чем вы занимаетесь, Максим? Учитель, студент. Какого курса на каком факультете? Второй. Может быть, там, факультет в Кизноборске или нет? Второй курс, хорошо. Максим студент, вы молодой человек? Сергей. Род деятельности? В школу армии. О! Может быть, у Шахута здесь неподалеку? Нет? А то знаем мы таких служивых, да? Тут дрались бы у нас сегодня даже. Хорошо. Мой фаворит, вас как зовут? Денис. А я-то был в школе. Академия. Академия. Какой факультет Денис? О, коллега подсказывает. Дениса, Пита, Калава, вы не помните, он учится? Денис готов питься. Вы его адвокат, так полагает? Виталий, а хотя я в детстве нечусь. Вот, Виталий более адекватен. Сразу видно, будущий юрист. И любимчик все очень укачивает. Человек, который содержит в порядке, он нам еще нужен. Это наш завхоз. Давайте завхозы отпустим с миром. Завтра рабочий день. Вот такие боевые завхозы в Ченуке. Я представляю, какие у нас сторожа. Слушай, если они как завхоз, я до начала не пойду. Новый проект. Хорошо, давайте. Ваши аплодисменты. Аплодисменты. Нашему завхозу. Ваши аплодисменты. Аплодисменты. Я буду примерно слушать принципиалы и вычислять, кто будет драться. Аплодисменты этому участнику. Аплодисменты Денису. Аплодисменты Денису. Слушай, ну Денису, это значит парень прямо. Все люди пьяные махочки, понимают. 2 на 2. У нас Допконтроль. Это дополнительный контроль? Допконтроль. Аплодисменты за этого участника, пожалуйста. За студента, пожалуйста, поаплодируем. Хорошо. Хорошо. Попробуем. И сборщик окон. Как мне кажется, я сейчас выберу четверых людей, за которых мне показалось бы кричали громче всего. Раз. Два. Три. Четыре. Ребята, с вами пока мы сегодня прощаемся. Вы поболеете. Нет, вы не поболеете. Вы будете адвокатом вашего подопечного в ближайшее время. Аплодисменты этим храбрым людям, которые все-таки вышли сюда и проявили боевую готовность. Осталось 4 человека. Сергей Эдуардович. Сейчас, я думаю, надо какое-то принять волевое решение и обрезать два лишних. Я думаю, все-таки надо руководством понять допинга какого-то. Слушай, я переживаю не за этих молодых людей, а за их противного. За барную стойку. За барную стойку. Прощальное слово за боже. Я в армии был, надо было бояться. Не, я не уйду. Ясно. Хорошо, но мы подумали таким образом, что своим волевым единогласным решением посоветовавшись со мной буквально полсекунды Сергей Главнович решил. Сборщиком у нас берется сегодня и Максим Студенко. Максим Студенко, вы остаетесь для рубахи парня. Так, ребята, вы вдвоем здесь. Мы провожаем... Как? Кого вы сейчас обращались? Все нормально. Там у нас охрана, там ребята тоже подготовленные. Вы ему только это скажите, что вы биться хотите. Они ждут, вы можете поверить мне достаточно давно. Так, ребята, что сейчас будет происходить? Были раньше на рубахе парни? Видели, что происходит? Не видели, да? То есть сейчас вам выдадут экипировку и вас будут наставлять переодевать люди, ведущие в этом деле, то есть тренеры профессиональные нашего клуба. Вы не бьетесь. В следующий раз. Скоро я вам обещаю. У вас будет минут пять на подготовку, то есть беремся по пояс, остаемся, что называется, в штанах, раздеваемся по поясу. Сейчас у вас будут... Шлемы у нас сегодня будут? Не будут шлемы? Будут шлемы. Я вам представляю ваших тренеров. Это Алексей Мешкость, человек, который, собственно говоря, тренирует меня. Боец клуба «Чунок». Леша, вот он здесь. И Илья Осипов, тоже тренер. Группой клуба «Чунок». Вот женские аплодисменты. Все знают Илью тоже как исключительно профессионалы, люди, которые готовили и меня к боям. Смотрите, в какой хорошей форме находятся наши бойцы. Ваши аплодисменты. Даже на таком морозе, даже без предварительного разогрева, ребята, и то в полном состоянии боевом проявить себя в должной мере. Сейчас их быстро экипируют. Правила у нас облегченные. Два раунда по две минуты. Прошу судьи это учесть. Имейте в виду, что две минуты люди у нас не совсем профи. Ну, а мы тем временем выражаем благодарность нашим партнерам и спонсорам компании «Тангатали Платином», «Казино Белая Вежа». Тем людям, которые вносят свой постоянный вклад в развитие нашего движения, в развитие нашего спорта. И поверьте, без них и данное мероприятие не состоялось бы. Отдельная благодарность Татьяне Денисевичу, чьи платья сегодня были представлены и благодаря которой наше мероприятие приобретает все-таки не совсем-таки грубые, суровые, мужские черты. Эти люди выйдут еще обязательно в процессе награждения. Идет процесс экипировки. Так, ребят, явно коротенько по поводу правил. Локти у нас запрещены. Все остальное практически разрешено. Броски запрещены. Да, беремся по правилам. Евротайский. Правила Казино. Два раунда у нас будет по две минуты. Колени. Ноги. Руки. Бить можно в любые участки тела соперника. Захваты за шею запрещены, Сергей подсказывает. Ну и смотрите, поскольку у вас нет дополнительной экипировки, в области паха тоже сильно не заряжается. Пожалеете друг другу. Да не бой быстро, это я просто. Ну вот. Ремарка специалиста, что перчатки у ребят будут достаточно тяжелые по 25 сунгций. Это для того, чтобы у каких-то образом все-таки их обезопасить. Они не разогреты. И чтобы в некоторой степени уберечь их от каких-то серьезных повреждений и увечий. Так, ну что, самое время нам придумать боевые клички, да? Я не понимаю, сейчас я напомню. Простите, как вас зовут еще раз? Юра. Юра Отчаянный сборщик окон. Отчаянный сборщик окон Юра. Юра. Юра бешеный был. Угромый, угромый. Что-то уже так близко, близко, близко. Юрий, как вас называли в детстве? Как во дворе? Гагарин. Когда вы оставили в честь своей девушке достоинства? Юра Тираб? Юра Тираб? Юра Тираб. Это Дерушка Бёрдёшка? Ну ты и Тираб. Ваши аплодисменты Юрий Тираб! И переходим к красному углу ринга. Студент Денис, Денис, напомню, какой у тебя факультет? Да, ты у нас парадетик. Компьютерная система. Сразу виду, я только что придумал. Да, наверное, надо... Может быть, ремень снимем, потому что бряжка не спадет. Юра сейчас... Да, надо снять, кто снимет насчет багаться и бряжками с парами ремнями. Класс, здоровый. Денис, кожаный ремень! Итак, Юрий Тиран против Денис, кожаного ремня. Ну что? Красный угол готов? Синий угол готов? Ваши аплодисменты Сергею Рядуардовичу. Он сейчас не мешался в движуху. Я тоже быстро ориентируюсь из ринга. Мы просим слать музыку тише. Зан готов? Гоу! Гоу! Пятая щитиво Царубилова! Поехали! Гоу! Красава, Михай! Вот и давай! А теперь, парень! Бой! Давай, Макс! Джеб, джеб! Левый, левый, левый! Рука, нога! Боксируем! Студент. Сразу видит. Левый, левый, левый! Как вы видите, все по-настоящему. То есть, сразу без разведки, в бой. Левый, левый! Друзья, поддерживайте наших бойцов. Поверьте, в ринге они очень в этом нуждаются. Знают, как никто другой не понаслышке. Когда ты остаешься в ринге, ты станешь самым высоким человеком в мире после Дара Гонга. Красава! Смотрите, на сколько резу пошли в бой наши участники. Слава, делай! Делай! Джеб, джеб! Джеб! Левый, правый, левый! Вот! Раз! Раз-два! Джеб, джеб! Рукой, рукой! Сразу видно, что наши люди имеют представление о том, во что они ввязались. В ход идут и руки, и ноги. Молодцы, ребята! Техника достаточно разнообразная. Я думаю, что... Алексей, что вы думаете? Получше у нас в том, как правильно идет бой, и какую он выбрал тактику? Еще не знаю, что делать, сейчас поскажем. Молодец, молодец! Ладно, не бежусь, братуха! Делай! 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 Поставь два пакета ему! Джеб, джеб! Левый, правый! Первый раунд! Большое аплодисменты бойцам! Ребята отдыхают две минуты чуть побольше, чем профи. Две минутки они отдыхают с поправкой амуниции. Я пока пошел за призами. Расскажи! Без тебя, джеб! Расскажи! Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи! Кап Round ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Левый, 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 левый. Дистанция. Все или ничего, друзья, давайте поаплодируем, поболеем за наших участников, чтобы они не нравились в тишине. Здесь нету проигравших, здесь берутся настоящие мужчины, как всегда у нас и бывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Уважаемые дамы и господа, за второе место бойцам-участникам проекта легендарного рубаха «Парень» вручается дисконт на ремонт автомобиля от компании «Автомастер». Аплодисменты! Уважаемые дамы и господа, в рим приглашаются представители компании Танкат, Аллеи Платинум, Юлия и Наталья. Поддержим аплодисменты наших дорогих гостей! Молодые наши мужчины, компания Андрактив, официальный дистриум-билдер препарата Танкат, Аллеи Платинум, поздравляет вас с победой. Желает вам, чтобы женщина никогда вам не говорила слово «нет», всегда только «да». Победа за нами! Вот такие у нас очаровательные дамы, то есть видите, у нас настоящий мужской дух подрались. Тут же отторгадали пластином, тут же теперь кэшем. Не надо так угрожать мне ремнем. Я этого не боюсь. Ты не такой медали, да, Вася? На восьмой серебря. Это что? А, это ставки! Так, Артем, помоги, пожалуйста, взять. Вот Сергей Эдуардович у нас оказывается, что кто-то еще насобирал каких-то купонов. Так, это ставки на бой. Да, когда они остаются здесь у нас? Потому что сейчас мы еще решим. Это красный угол ринга, это синий угол ринга, да? Ну что же, как всегда бывает на рубахе парни. Бывает достаточно противоречиво и не всегда в соответствии с тем, что думают судьи. Все решает публика. Все решается вы, дорогие друзья, потому что на самом деле человек может доминировать на протяжении всего боя, и публика решит иначе. Потому что боец не проявил какой-то должной симпатики, был обаянивый или какими-то другими иными навыками. Поэтому сейчас по вашему шуму, по вашим овациям мы и поймем, кто сегодня здесь задержал верх на рубахе парни. Я даже еще не сказал, за кого кричать. Человек, похоже, далешу на шоу угомониться. Ну что, готовы? Итак, ваши аплодисменты за кожаный ремень! Достойно? Да, да. Ну а сейчас, если вы считаете, что победу отдержал циран, кричим! Я так понимаю, что, по-моему, выбор очевиден. Итак, победу бою рубаха парень отдержал Денис с кожаный ремень! Оооооооооооооооо!